Здравствуйте, я Боин Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий и представитель Фонда Рабочей Академии. Я напоминаю, что в Республике Башкирии сейчас проходит итальянская забастовка фельдшеров и водителей скорой помощи, именно в Ишимбайском районе, в Ишимбайской ЦРБ, где водители фельдшера выдвинули требования об улучшении условий труда и повышении заработной платы. И по этому поводу прошел парад лицемерия среди медицинских чиновников, это все показали по центральным каналам Республики Башкирии, об этом я делал отдельный ролик, можете его посмотреть для понимания ситуации. И вот лидеры желтых профсоюзов непосредственно Гузель Мершниченко, а также Рауль Халфин сообщили, что так проблемы не решаются, вот что сказал Рауль Халфин. Будем рассматривать реальные пути, как привлечь достаточно оперативно новых сотрудников на работу, на скорую помощь. Как раз планируем в ближайшее время также собрать круглый стол уже по выборке конкретных путей решений по проблемам скорой помощи. Видите, он намекает на какой-то круглый стол, вот у нас на руках есть документ, что круглый стол все-таки стоялся, это 28 числа, посмотрите, очень присутствовала вся верхушка Министерства здравоохранения, также лидеры желтых профсоюзов. Также в режиме онлайн были приглашены старшие фельдшеры. Старшие фельдшеры, либо заведующие отделения, это вот такие должности, которые называются просто кивалами. То есть если ты киваешь, то соответственно будешь именно заведующим или старшим фельдшером. Если не киваешь, если имеешь свое мнение, то тебя сразу же увольняют, как уволили заведующего ишимбайской скорой медицинской помощи. Ну и формат этот очень удобный, то есть если вы, товарищи, киваете очень шумно, просто невозможно шумно киваете, то вас в любой момент можно отключить. Как сказала Гудель Мирошниченко, Вопросы надо решать комплексно и системно. К сожалению, за один день они не решатся. А поэтому на все про все отвели 40 минут. Что они нарешали за 40 минут мы не знаем, мы знаем, что за этим последовало. И назвали мы это «Игра в кальмара» по-башкирски, но по порядку. Итак, первое решение это выдернуть из Уфы 4 фельдшера и направить их в Ишимбай. Это все по принципу Тришкиного кафтана, потому что на данный момент, по данным профсоюза действия, только выездного персонала в республике Башкирии не хватает 2000 человек. Второе решение это зияющую пустоту, вот эту дыру заткнуть студентами. Я даже представляю, как перед ними выступает вот эта Гузель Мирошниченко. То есть ее речь примерно такая. Уважаемые студенты! Но нам всем надо сконсолидироваться. И вы поедете туда и замочите этих взорвавшихся фельдшеров. Вы посмотрите, в каких условиях они работают, какие нищенские зарплаты они получают. И знаете, что через 1-2 года вы поедете в эти же условия и будете так же работать. И получать такие же нищенские зарплаты мы туда отправим таких же, как вы, студентов, которые замочат вас, потому что вы будете работать за такие же нищенские зарплаты. Но наш профсоюз вас не забудет. Потому что вам нужно будет сдавать по 1% с каждой зарплаты, чтобы потом получить новогодний подарок. Как вы видите, этот сценарий напоминает сценарий фильма «Игра в кальмара», но вот «Игра в кальмара» по-башкирски с небольшим нюансом. Вот главный приз получает как раз не один оставшийся в живых фельдшер или водитель, а получает совершенно стороннее лицо. В данном случае это супруга экс-главы Шимбая Айгуля Абдурахманова, которая с 2019 года работала с заместителем главного врача по экономическим вопросам. Вот нам тогда было непонятно, почему это вот там врач-методист Людмила Васильева говорит такие странные слова, что «Ковид дал нам немного времени, чтобы отдохнуть, и самое главное, мобилизоваться полностью для того, чтобы дать полноценный отпор во время новой волны». «Ковид нам дал время отдохнуть. Ну, мы подумали, может быть, на удаленке человек сидел там и кофе пил. Ну, выяснилось как раз вот таким, как Айгуля Абдурахманова, ковид как раз и дал время отдохнуть. Как сообщает источник, на Карибах, в Испании, на Крите, Турции, в Китае, в Греции, на Кубе». Ну, в общем, ни в чем себе девушка не отказывала, ну и хвасталась этим всем в Инстаграме. Инстаграм она после публикации закрыла. И вот такая вот игра в кальмара по-башкирски, когда приз достается медицинскому чиновнику. Четвертым решением этого собрания было решение нанять адвокатскую контору. И вот они ее наняли во главе с Гульнарой Усмановой, о чем сообщила нам газета «Коммерсант». Курьезная ситуация заключается в том, что лидеры Желтых профсоюзов, ну и, в принципе, все чиновники Желтых профсоюзов, они обязаны защищать рядовых сотрудников от взорвавшихся руководителей и быть как рыба в воде в этом трудовом праве. Но, как я подчеркивал, они ничего не понимают в этом трудовом праве, они просто их назначили, и им там комфортно сидеть, ничего не делая. Поэтому им пришлось нанять именно знающего юриста, вот этого адвоката Гульнару Усманову. Второй курьез – это то, что, представляете, люди сдают 1% каждый месяц именно в профсоюз. Плюс профсоюз на эти деньги нанимает юристов, которые начинают этих людей, которые собирали на этих юристов деньги, как раз и топить. Уважаемые работники здравоохранения, выходите вы из этих профсоюзов, посмотрите, что конкретно творится в республике Башкирия. Такое творится по всей стране. А мы приводим на экране целиком статью этого коммерсанта, зачитаем один лишь абзац. Гульнара Усманова подчеркивает, что повышение размера доплат отдельно взятым работникам, например, скорой помощи, одностороннее изменение работодателям условий коллективного договора, влечет к ущемлению прав других работников, что, думает она, недопустимо. Но мы-то знаем, каких работников прищемят работники скорой помощи, когда им повысят заработную плату, потому что на Карибы и на Кубу слетать уже не придется. И пятое решение этого круглого стола – это любыми способами уволить активистов в профсоюзное действие со скорой помощи и Шимбайской ЦРБ. А я уж не знаю, советовались они с Гульнарой Усмановой по поводу увольнения этих работников, но то, как это произошло, сейчас уже ходят анекдоты. Представляете, то есть главный врач придумывает какую-то производственную необходимость. И по этой производственной необходимости он назначает дежурство фельдшерам вне графика, причем посылает эти изменения по графику через Почту России. И не дожидаясь ничего, на следующий день, естественно, никто ничего не получил, просто увольняет этих сотрудников. Почтой России, товарищей Почтой России. Ну, уже предлагаю также почтовых голубей, там собак каких-то, ездовых, чтобы они доставляли для фельдшеров скорой помощи изменение графиков, в принципе, любые документы. То есть мысль этих чиновников зашла настолько далеко, ну, вряд ли они советовались с Гульнарой Усмановой. Гульнару Усманову, посмотрите, с кем вы имеете дело. А ну и подведем короткие итоги. Как вы видите, собрался круглый стол медицинских чиновников, пригласили покивать старших фельдшеров с различных районов, ну и решили за этим круглым столом первое, это привлечь четырех целых фельдшеров на один, два, три месяца, выдернуть студентов, причем полностью отбить у них охоту, идти потом работать на скорую помощь, искать себе какую-то другую работу после окончания этого колледжа медицинского. А третье, это нанять на деньги именно работников, которые сдают по одному проценту каждый месяц адвокатскую контору, которая как раз ищет о грехе и прессует как раз тех работников, которые сдают деньги в этот профсоюз. Ну и уволили активистов, трех активистов, которые, естественно, профсоюз действия восстановит. А в ближайшее время уже до судебном или в судебном порядке восстановят однозначно. А вот они решения медицинских чиновников Башкирии, которые на телеканалах республики рассказывали, что они-то знают, что делать. То есть, как будто не они это 20 лет что-то там делали и пришло все вот в такой упадок. Ну вот сейчас они как раз за 40 минут разберутся, что надо делать. А итальянская забастовка в республике Башкирия в городе Шимбай продолжается. Поддержим фельдшеров и водителей скорой помощи лайками, репостами, статей, видеороликов, которые выпускает профсоюз действия. Другие районы республики Башкирия присоединяйтесь к требованиям сотрудников скорой помощи города Ишимбай, потому что, как вы видите, никто не придет и за вас ничего не сделает. Только вы сами можете улучшить свое рабочее место, свои зарплаты, потому что чиновники, которые сидят годами, ничего не делали и делать не будут. Медицинские чиновники борются за свои интересы. Смотрите, как вцепились. А вы, вы, рядовые сотрудники, вы боретесь за свои интересы. А повторюсь, присоединяемся к требованиям фельдшеров и водителей скорой помощи города Ишимбай. Ну и будьте здоровы. А пока, пока.